Но я думаю, что все-таки это не грипп-мутант, а просто дождевику в Академии очень благоприятные условия. Больше 147 и Красноярска сегодня отпраздновали новоселье. Вместе с ними порадовались и жители соседних домов. Застройщики обустроили не только двор нового дома, но и починили забор музыкальной школы и заасфальтировали площадки вокруг новостройки. Почему строительство сейчас не ограничивается только возведением домов и сколько стоят такие квартиры, узнавал наш корреспондент. Детские рисунки на асфальте, твистер и бесплатный квас. Так в этом дворе отмечают новоселье целого дома. На праздники и будущие жители, и соседи. Валентина Асачия пришла с внуками. Они тут и будут жить. Пока малыши играют в огромный конструктор, бабушка рассказывает, чем этот дом так понравился ее дочери. Место очень хорошее. Вы знаете, рядом гора. Впереди нет завода по розе ветров. То есть тут настолько чистое место. Это будет один из лучших районов. А еще два года назад тут и ходить было страшно. Стояла старая, полуразвалившаяся баня. Об асфальте и речи не было. Застройщик купил участок у города за 25 миллионов рублей и полностью преобразил его. Двор сейчас это не только место прогулок, но и удобная дорога до остановки. За домом спортивная и детская площадки. Уже сейчас туда приходят дети из соседних домов. Музыкальная школа окружена новым забором. И это тоже заслуга застройщиков. Скоро будет сдана и электроподстанция. Будет снабжать энергией микрорайон. Нам очень здесь нравится. Тем более мы из поселка, что здесь тихо и лес рядом. Компания Сиблидер сдает уже пятый кленовый дворик в Свердовском районе и не собирается на этом останавливаться. Сейчас строится дом на Пашинном. Новостройка на медицинском 14-д почти эксперимент. Мы взяли и установили в часть квартир, в частности в четыре квартиры, кухонные гарнитуры. Разные гарнитуры, разные по классу, может быть там по эстетике разные. В Сиблидере говорят, им интересно мнение всех горожан об этом эксперименте. Поэтому на сайте klondefisdvorik.ru можно оставлять свои отзывы. Светлана Степанищенко, Павел Гейнце, СТС Прима Новости.